Здарова, народ! С вами Сит, и я приветствую вас на канале Games Unlimited. Подписывайтесь! Ну что же, я продолжаю играть в Persona 5! У нас новая зацепка, нужно украсть сердце босса мафии. Да, ни больше, ни меньше. Ну а пока что можно прокачать немножечко социалочку саджира. Редкая возможность, между прочим. А, тебя наконец-таки заинтересовала опять варка кофе? И если ты мне поможешь, я научу тебя. Да, даже социалка прокачается прямо сейчас, так что, конечно, шеф, погнали. А, как уберешься, я пока закончу карри готовить. Хорошо, это для завтрашнего карри. Эй, ну и как у тебя вообще уложилось в голове? Запомнил, как разобраться между различными типами зерен? Ну а сейчас есть три фактора, которые будут определять вкус чашки кофе. Это его помол, нагрев и время. Прежде всего, это, конечно же, помол. Для наших сифонов, которые у нас есть в наличии, мы стремимся к средней погрешности. Ты меня слушаешь и... А что ты собираешься сейчас использовать? Среднюю погрешность? Среднюю погрешность. А, правильно, продолжай двигаться в том же духе. Это, конечно, не чистая прибыль, учитывая усилия, которые мы прилагаем к этому, но деньги есть деньги. Но я не собираюсь прощать тебя, если ты дашь нашим клиентам дерьмовый кофе. Просто запомни это. Кто это может быть? Да. Откуда у тебя мой номер? Сейчас? Где? Хорошо. Прости меня, кое-что тут у меня нарисовалось. Так что продолжим урок в другой раз. Это свидание. У тебя проблемы. А тебе помочь, может быть, чем? А, ну, да, в принципе. Но, как я уже сказал, мы продолжим позже. Пока меня нет, вымой посуду. Не забудь отключить газ, прежде чем будешь закрывать магаз. Хорошо, что находится кто-то, кто может помочь мне так вот. И спасибо за то, что ты усердно работаешь и стараешься. Продолжай в том же духе. Похоже, что у Саджира такие проблемы. Хорошо, я пошел и не сожри всю нашу еду, пока меня нет. Да за кого ты меня принимаешь вообще? Я же не какой-нибудь там кишкаблуд. Хотя, если бы она давала мне какие-то бонусы, мужик, с едой бы ты попрощался. Это просто мое воображение или действительно сегодня куча полицейских? Я нашел отличную работу. Хочешь услышать про нее? Что? Еще одно психотическое расстройство? Что ты имеешь в виду? Они усилили безопасность в Сибуе. Ох, эти все мошенники в обществе нашем. Поскорее бы их арестовали. И ни слова про призрачных воров. Блин. Пятница. Отлично. Снова ты? Итак, мы встретились опять. Но черт возьми, что за мрачная погода? Кстати, говоря о мрачности. Никаких новых событий о призрачных ворах нет. Но я думаю, если они заходят так далеко с помощью всех этих визиток, то я думаю, это все для привлечения внимания. И очень сильно сомневаюсь, что случай с Мадорамой был последним. Интересно, какую цель они выберут следующей? Что ты думаешь? Думаю, преступника без понятия. Преступника, я думаю, чувак. Преступника. А, значит, благородные воры выбирают целью только преступников. Это и правда так? Ну, если предполагая, что в нашем мире полно злодеев, интересно, кого же они будут выбирать следующим? Ой, прости, совсем заболтался. Я хочу сказать, что... Я хочу быть в курсе любой деятельности благородных воров. Это все из-за того, что я сказал в эфире. И если услышишь какие-либо слухи в школе, я надеюсь, ты мне расскажешь о них. Да сейчас, на самого себя стучать тебе буду, чувак. Какого-то плохого обо мне мнения. Сразу после школы. Ну, хоть уроками не нагрузили. Что, серьезно? У нас ничего нет? Черт, а не отстой. А, чувак, мы с этим никуда дальше не пойдем. Эй, а мы можем спросить мисс президента, чтобы она поменяла это? Ты имеешь в виду, поменяла цель? Нам ведь просто надо показать справедливость свою, чтобы удовлетворить ее, верно? Ведь в этом мире целая куча гнилых взрослых. И не важно, думаю, с кого мы начнем. Она сказала, конечно, что это все ради студентов, но Бьюсап заклад это... Она просто хочет заметочку себе на счет, чтобы похвастаться этим в колледже. Но эта мафия крадет деньги у детей. И мы не можем это принять, и уже неважно, откуда пришла к нам эта инфа. Анна права. Разве мы не хотели давать мужество слабым? Это ли не наша цель для достижения того, что мы думаем? Блин, у них действительно таланта нет. Ой, никогда не думал, что будет настолько шумно, если сам не поешь. В любом случае, я уверен, что это заткнет Акечи, если мы это сделаем, но... Вот именно поэтому мы и должны это сделать. Все опять сходится к уликам. Если мы не начнем найти tips на этой стороне, мы никогда не сможем дальше, чем это. И если мы не найдем какие-нибудь подсказки, то мы никуда не дойдем дальше того, что у нас уже есть. Должен быть кто-то, кто скажет нам, что нам делать. Что насчет средств массовой информации? Ну, а кто это может быть? Думаю, кто-то. Как насчет медиа, действительно? А, да, точняк. А что насчет той журналистки? Ты имеешь в виду женщину, которая тасовалась возле дома Мадарамы? О, да, я полностью забыл про нее. Она не дала тебе ее карту? Она разве не дала тебе ее визитку? Вообще-то дала. А, визитка, которая говорит, что она принадлежит Ичика Оньи из газеты Майса. Майса! Хм, это довольно-таки крупное издание. Мы можем ей доверять? А другого-то пути и нет. Хорошо, давай с ней свяжемся. О, да, спасибо. А, он сказал, что наше время кончилось. Продлим. Ну, счастливый час же кончился, да? Так что, ладно, погнали. Ой, как невкусно. Заказывать надо нормальное пойло, Йоски. В любом случае, полагаю, что нам остается ждать того, как эта журналистка ответит нам. А, и как ответит, скажешь нам об этом. Хорошо, Сид? Да без проблем. Черт возьми, я реально думал, что мы сейчас что-то найдем, и продолжим двигаться. А вот уже опять вечер. А, ты что-то поздновато сегодня. Я надеюсь, ты не совал нос в дела людей. А шеф грубит, как всегда. Ну, больше похоже, что это именно мы. Те, кого во что-то втянули. Чем можем заняться? Калории для вас, господин. В общем, либо Саджира, либо училка. Ну, я выбираю училку. Хотя, посмотрим, если социалка Саджира прокачается... Нет, не прокачается. Давайте позвоним каваками. Привет, это я, Бэйки. Спасибо, что позвонили мне. В общем, та же самая реплика, что и вчера. Вы голодны? У нас сейчас специальное предложение. Такое, как готовка от Хайзи-добработницы или вместе с добработницей. Ну, я думаю, с горничной. Все-таки правильно. И это будет стоить 5000 йен. Да, социалка прокачается, так что погнали. Минус пятерочка. Что? Серьезно? А, я имею в виду... Спасибо, что вызвали меня. Пожалуйста, хозяин, дождитесь меня. Я надеюсь, у вас большой аппетит. Надейся. Неси жратву. Мастер! Что-то это похоже больше, знаете, на дошер какой-нибудь быстрого приготовления. Это что, и есть твоя готовка? Ну что ж, надеюсь, вы насладились готовкой горничной или вместе с горничной? Ээээээээ... Ведь эта лапша действительно отличается от другой, да? Да, отличается. Сделай нормальной готовки. А, я могу поменять горничную? Ладно, отличается, отличается. Расслабься. А, я рада, что вы согласны, хозяин Ну что ж, все было достаточно сложно, кстати Там было сказано, что нужно выпить всю горячую воду И оставить пакетик соуса на крышке, чтобы он прогрелся И не надо вызывать меня, если собираешься жаловаться Кроме того, я тебя же уже предупреждала, да? Зачем опять вызвал меня? Мне было любопытно Чтобы я мог свободно действовать в классе, когда захочу Я хотел тебя увидеть Что такого? А, ты уверен, что это настоящая причина? Что ж, я полагаю, что мне грех жаловаться Так как я на этом зарабатываю деньги Вот тоже Ох, черт возьми, я так устала У нас сегодня было школьное собрание Заседание факультета Чего же они так долго его затянули-то? Благодаря благородным ворам Студенты Спокойны нынче Но учителя по этому поводу не согласны Они не могут договориться О том, что им делать с этими благородными ворами А что они могут вообще сделать? Господи, руки короткие Лучше бы они о нашей прибавке больше разговаривали Я даже слыхала, что они хотят сократить зарплату учителям Блин, как все это достало Значит, деньги нужны для счета вашей сестры Я буду заказывать тебе чаще Ты действительно Тупая Для сестры деньги, да? А? А, да, у тебя хорошая память Я впечатлена Эй, у меня будут проблемы Если я не буду брать еще смены А, привет Что? Сколько? Я не могу Да, но Да, это правда Ага Да, да, я понимаю Это все На моей ответственности А, слышал это? Да, это Похоже, что я немного отстаю От медицинских счетов для моей сестры Ух ты, сурово А насколько они дорогие? Мне нужно Переусердствовать Кстати, да Действительно Насколько они дорогие? Ну, кажется Там какая-то сумасшедшая Неизлечимая болезнь Так что Там куча еще Дополнительных сборов И наценок на это Вот поэтому Мне и нужна Твоя помощь В том, чтобы ты вызывал Меня почаще Ой Ладно Забей Ты же мой студент Я не могу На тебя так полагаться Перелагать на тебя Все это Что же мне делать-то? А, ну да ладно Похоже, что Пришло мое время уходить И может Свободно Вызывать меня Для уборки Ведь это и есть Сервис горничных И я живу рядом Так что Буду добираться быстро Если ты вызвешь меня Кроме того Я Переживаю Из-за того Что Вы не можете Готовить Например Или стирать Потому что У вас нет родителей И кроме того Если внезапно Придут ваши друзья То я всегда Смогу Свалить По тихой Ну вот Отлично Теперь я Могу вызывать Каваками Чтобы она Готовила кофе Или стирала Для меня Ништяк Да я могу Это делать С телефона И Прикольно Прикольно Ой Я же совсем Не это Собиралась Сделать В любом случае Мне нужно Поговорить с моим Боссом О том Чтобы он Дал мне Больше смен Мне нужно Чтобы меня Вызывали Почаще Да попросила Да попросила бы У меня Бабла Хотя У меня же Есть Подруга Можно сказать Доктор И Думаю Она бы справилась С этой болячкой Ух ты Сая Я получила Звонок Из твоей школы Сегодня Они сказали Что Спрашивали Не поменялся Ли у тебя Образ жизни Недавно А? Ну Я думаю Дала им Достаточно Подходящий Ответ Но все Таки Есть ли У тебя Какие-нибудь Проблемы В школе Да нет Ничего Такого Прости Что Волную Тебя Эй Эй Ты Вот Последние Дни Приходишь Поздновато Домой Позже Чем Обычно Я бы Конечно Сомневалась Что Если бы Вы Сделали Такую Вещь Но Постарайтесь Избежать Блужданий По Сибуи Поздно Ночью Я Слышала История О Девушках Твоего Возраста Примерно Которые Там Потеряли Свои Жизни Их Втягивали В преступные Действия И Шантажировали Для того Чтобы Они Занимались Работой В незаконных Секс Заведениях Да Я Тоже Слышала Слухи Про Это Люди Часто Упоминают Об Этом В Школе Ну Это Не Только Слухи Знаешь Ли Я Знаю Действительно Реально Существующие Такие Случаи Ну Думаю Тебе Не о чем Беспокоиться На данный Момент Сосредоточься На учебе Ух Они Непростительны Вот Лучше Б Вы Мне Имя Накопали Мэм Было Было Гораздо Проще Если Б У Меня Было Имя Все Что Нужно Просто Имя Но Оказалось Все Не так Уж И Просто Суббота Репортер Что с тобой Не связалась Мы Только Ей Вчера Написали Думаешь Так Быстро Ответит Не Знаю Но Я Пока Поищу Информацию И Не Могу Пока Что Ничего Найти Черт У У Нас Ведь Только Две Недели Осталось Чувак Разве Нам Не Нужно Поспешить Ну так Давайте Поднажмем В эти Десять Дней Оставшиеся У У нас Не Будет Много Времени Даже Если Мы Начнем Сразу После Того Как Она Нам Ответит Ну Что Тогда Получается Что Этот Бой Будет Быстрее Чем Прошлое И Также Нам Нужно Решить Что Мы Будем Делать Если Она Не Сможет Нам Ответить Эй Не Надо Так Я Просто Просчитываю Возможные Варианты Что Разве Вы Не Нервничаете По Поводу Этого Нервы Здесь Не Помогут И Если Было Было Решением Нашей Проблемы Мы Бы Паниковали Бы Намного Быстрее Эй Прям Как Философ Говоришь А Как По Мне Так Как Идиот Нежима Сэмпай Вы Мне Не Поможете Вы Сказали Что Все Это Будет В Секрете Но Похоже Что Этот Слух Просочился Подожди Вы Ведь Не Распространили Эту Информацию Нет Подожди Они Все Еще Преследуют Тебя Об этом Узнали Даже Тот Преступник Он Может Начать Угрожать Мне Тоже Ну Почему Все Это Случилось Со Мной Я Больше Не Могу Позволить Себе Заплатить Им Я Нашла Несколько Улик По Поводу Вашего Инцидента Мне Просто Нужно Немного Времени Чтобы Ты Подождал Еще Чуть 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 Вы Действительно Мне Поможете Все Считают Что Вы Делаете Это Только Для Рекомендательного Письма Нет Это Неправда Моя Цель Здесь Защитить Студентов Школы Ну Тогда Пожалуйста Поторопитесь Блин А Ей Тоже Достается Директор Прессует Ученики Достают Ну Что Нам Нужно Просто Подождать До тех Пор Пока Нам Ответят И Давайте Просто Подготовимся Опа А Всего Лишь Вы Простите Что Беспокую Вас Пока Вы Ждете Инфу От Журналиста Но Помните Те Слухи Про Грабителей Вшебуя Похоже Что Тот Кто Запостил Это Студент Из Моей Школы И Я Смог После Небольших Подталкиваний Вытащить Из него Несколько Новых Сведений О Да Я Как раз Об этом Думал Но Не похоже Чтобы Они Имели Какое Либо Отношение К Мафии Которую Мы Преследуем А Да Верно Имя Мы Можем Им Заняться Это Же Супер Круто Да Так Что Давайте Накажем Его Мементосе Этот Парень Грабитель Уже Будет Не так Страшен Как Мафия Конечно же Он Ведь Просто Парень Верно И Мы Покажем Им Что Такое Настоящие Благородные Воры Ну Кажется Мы В этом Едины Но Можем Обсудить Это Еще В нашем Укрытии У нас Новая Цель И Также Нам Нужно С Мафией Разделаться Так Что Выбери Правильно Время В любом Случай Давай Встретимся Со Всеми В Укрытии Когда Будешь Готов Реквест Нью Реквест Кому Там Жмет Здоровья Опачки Нет Прости Йоски Планы У меня Есть И Планы Весьма Весьма Необходимы Займемся Хулиганами В Меметасе Давненько Не было Никаких Боевочек Я Прям Аж Соскучился По ним Поэтому Мы Идем В Сибую И Там Уже В Наше Убежище Ну что Журналист Связался Нет Нет Пока Нет У У нас Осталось Всего Десять Дней Что Будем Делать Если Он Не Свяжется С Нами Да Неладно Вам Не Будьте Такими Пессимистичными Если Мы Просто Подождем Она Обязательно Нам Напишет Надеюсь Ты Прав Ну Похоже Да Нам Придется Подождать Как Йоски Говорит Но До Тех Пор Давайте Просто Подеремся В Мементосе А Это Неплохая Идея Если Ты Пойдешь Я Пожалуй Пойду С тобой Посмотрим Наше Задание Ну что Ж У нас Новая Зацепка В Мементосе Сегодня Похоже Что Благородным Ворам Нужно Будет Заняться Группой Воров В Сибуе И Похоже Что Их Лидер Прессует Своего Младшего Брата Мы Не Можем Позволить Такого Людям Во Имя Благородных Воров Да Я Согласен Тем более Что Он Попросил Нас О Помощи Так Что Давайте Покончим С Этим Безумием Я Тоже В Деле Возражений Нет Тогда Мы Сделали Единогласное Решение И Можно Отправляться В Мементос Итак У нас Одна Цель Давайте Сделаем Это Let's Go Котобус Включен Мементос В деле Так Что Погнали Начнем Начнем С последнего Места Похоже Что Наша Цель В Зоне Снизу Понял Погнали Ух Давненько Я так Не носился Черт возьми Как приятно Надрать Кому-нибудь Жопу Давайте Найдем Скорее Цель Ну Есть Где-нибудь Здесь Моя цель Похоже Что Придется Пониже Еще Спуститься Но Сначала Драчки Мне Нужно Зарабатывать На Горничных Привет Мужик Я Уже Не Помню Ты Слаб К Морозу Во Отлично Держи Следующая цель Не смотри На меня Электричество Огонь Огонь У меня есть Так что Это вот тебе А это Тебе Кто следующий Как раз То что нужно Держи Мужик Атака Увеличена Стопэ Нет Чуть не промазал Мазил Шикардосина Просто Шикардосина Блин Я скучал По этой музыке Тупик Проход На следующий Уровень Здесь цели Не было Так что Думаю Она еще Пониже Будет Я чувствую Нашу цель Где-то Здесь Давайте Исследуем Этаж Во То что Нужно Смотрите Прям даже Недалеко Вот Вход Вход В его Зону Сокровища Что Даже теней Нет Которые Охраняют Серьезно Прости Катяра Я тебя Немножко Подмял Наверное Я чувствую Там нашу цель Что будем делать Двигаемся Конечно Может Зря сюда Пришли О Это Должно Быть Казуя Макегами Он Выглядит Плохо Да Да Он Часть Взломщиков Которые Нацеливаются На рестораны И так же Он Совершает Насилие В отношении Своего Младшего Брата И нам Что-то Нужно Сделать С этим Да Давайте Поговорим С ним Как я уже Говорил Этот Эпизод В Мементосе Он Отображается Также В спешл Выпуске Аниме Персона 5 Вот как раз Про него И теперь Мы сами В этом Участвуем Что Это я Стою за Группой Взломщиков Да Это так Я конечно Уговорил Своих Друзей Про Кое-какую Работу На полставки Для меня Но Я же был Не прав Верно Что он Пытается Выкрутиться Да Как Должно быть Это стыдно Ну Для меня Это просто Способ Повеселиться И Ну Эти все Идиоты Стали такими Дерзкими А Теперь Это У меня Проблема Черт возьми Почему Со мной Всегда Происходят Такие Вещи Плохие Вещи О чем Он Вообще Да Еще С тех пор Как я был Ребенком Школа Общество Все Относились Ко мне Как Грязи Мой Младший Брат Был Любим Мамой И Папой А Обо Мне Они Даже Не Заботились И Вы что Ждали Что После Этого Я Буду Жить Нормальной Жизнью Что Я Не Восстану Против Этого Дерьмового Общества Ой Ты Думаешь Что Восстание Это Твое Насилие И преступление Не будь Идиотом Да Что Ты Говоришь Вы же Ребята Воры Тоже Не Думали Что Лучше Меня Валите Отсюда О Господи Какая Странная Персона Какой Снисходительный Взгляд Я Раздавлю Вас Призвал Кого То Лады Пришло Время Показать Ему Черт Слабости Не Видно Ну Как Не Видишь У Тебе Ж Такой Ж Есть Ладно Прощупаем А как Насчет Огня Может быть Что-то Массовое У меня Помните Есть Изанаги Это Тебе Друг Давайте Кучу Об этом Не Хоть бы Вещичек Подкинули Но Кто Вы Благородные Воры Это Невозможно Я Понял Вы Должно Быть Услышали Все Это От Моего Брата Да Все Правильно А теперь Подумай О том Что Ты Сделал Что Понял Теперь Да Подожди Ты Уже Понимаешь Чувство Брата Верно Он Сделал Это Для Меня Это Ключ От Сундука В моей Комнатке Пожалуйста Передайте Его Моему Брату Вы Должно Быть Благородный Рот Воров Правильно Что Зачем Нам Делать Что Для Такого Как Ладно Что Нам Ему Сказать Ну Сожги То Что Внутри Полагаю О Смотри Вот О Старый Ключ И Что Мы Будем Делать С 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 Что Мы Будем Делать Я Могу Отдать Ему Когда Буду В Школе Нет Я Просто Проберусь В Его Дом Я Думаю Это Будет Лучший Выход Ну Что Что Отлично Для Всех Пойдет Ну В Любом Случше Похоже Что Мы Преуспели В нашем Задании И Что Теперь Продолжим Да Нет Можно Уходить Хорошо Тогда Пошли А Черт Я Нажал Продолжать Исследовать Что Ли Блин Серьезно Ну Тогда Хотя бы Пару Персон Забью Да Я хочу Уйти На уровень На уровень Выше Не Ниже Мы не пойдем Просто Завалим Персон Немножко Пройдем В безопасной Зоне Оттуда Уже Выберемся Так Ребятки Давай Пойдем По-быстренькому Ну Пойдем На Следующий Три Сплошные Тупики Кто Строил Эти Дороги Черт Возьми Похоже Что Засада Даже Удалась Круто Хотя бы Баблишка Подзаработаю Чистое Серебро Я нашел Чистое Серебро Ништяк Выход Отсюда Можно Выйти Все Давайте Сваливать Блин Интересно Когда Свяжется Со мной Репортерша Уже Времени Много И Осталось Так Мало Дней О Журналист Ответила Бар Перекресток Это Ведь От Журналиста Да Она Хочется Встретиться С тобой Сейчас Похоже Что это место В Шинджуку Встретимся с ней Звучит отлично А что за Шинджуку Проводишь Меня Ну Звучит Хорошо Вот это Дух Только не пугайся Шинджуку Потому что этот район Ночной жизнью живет Ага Мы должны всем сказать И чтобы они тоже Подтягивались Шинджуку Шинджуку Да Ночью Звучит Очень опасно И Где мы Встретимся А может Останешься Будет проще Если мы Сами Пойдем Простите У меня Нет денег На билет Туда Ну Тогда Тоже Оставайся А Пойдем Я и Сид Ага Понял Ну Если Этим Займется Сид То Не думай Что Нам Стоит Беспокоиться Мы Тогда На тебя Рассчитываем Ну Хорошо Тогда Давай Увидимся Уже В Сибуе Осторожнее Вы Двое Я Постараюсь Отложить Побольше Денег Для таких Вот Ситуаций Денег У него Нет Эх Бедный Художник Эй Ты что Собираешься Идти туда В своей Школьной Униформе Будет Плохо Если Кто-то Тебя В ней Увидит Так что Переоденься Сначала Подожди Серьезно Ты В своей Униформе Сейчас А ты Думал Мне-то Никто Не Подсказывать Ой Да ладно Тебе Мне не было Времени Чтоб Домой Прийти Ну Я думаю Люди Не Заметят Даже Если Посмотрят Так как На мне Футболка Поверх Нее Это Правда Так Останемся Здесь Выглядит Здорово Нормально О Черт Возьми Это Проблема Вы что Оба Идиоты Я же Сказал Вам Так что Не вините Меня Если Копом Попадетесь Ой Да не Переживайте Это Место Не так Уж Сильно Отличается От Шибуя Ну Ну ладно Я проведу тебя Отправляемся Шинджаку Просто выйдем из этого здания И потом через ворота для билетов Они должны быть где-то справа Ой Все реально будет хорошо Ну что же А как все будет хорошо или нет Вы увидите в следующем выпуске Этот я заканчиваю И надеюсь он вам понравился И вы подпишитесь на канал Поставите лайк под видео И оставите комментарий под ним На этом я с вами прощаюсь Друзья С вами был Сид Пока I can't believe it